Боком протащил иномарку несколько метров. Грузовик не заметил легковушку. Последствия тарана покажем прямо сейчас. Это последствия ДТП на Копейском шоссе. Очевидцы говорят, что Chevrolet Lanas развернула прямо на дороге и машина перегородила движение водовозу. Грузовик пошел на таран и протащил иномарку несколько метров. Пострадал ли водитель, неизвестно. Школьник попал под колеса легковушки в Челябинске. ДТП случилось на 40-летие Победы. В госавтоинспекции рассказали, что 33-летний мужчина за рулем Лады Веста не пропустил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу и наехал на него. После этого отечественный автомобиль наехал на бордюр. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Позже сотрудники ГИБДД связались с матерью мальчика и выяснили самочувствие ребенка. Школьнику назначено амбулаторное лечение. Помощь врачей ему не нужна. С ним все в порядке. Не успел затормозить перед пешеходом, когда машина впереди остановилась. Эта авария произошла в Золотоусте. На кадрах видно, как иномарка останавливается перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Белая легковушка, которая двигалась сзади, не успевает затормозить и выворачивает руль вправо. Задевает остановившуюся иномарку и сносит столб. К счастью, пешеход не пострадал. Надоело стоять в пробке, решил повернуть. Грузовик едва не устроил крупную аварию на перекрестке. Избежать столкновения удалось на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского. На кадрах видно, как многотонник поворачивает налево и не пропускает автомобили, которые едут навстречу. К счастью, владелец видеорегистратора успевает затормозить, и столкновение удается избежать. А вот шофер грузовика поехал дальше. Хотели поместиться на одной полосе. ДТП с участием трех автомобилей в Магнитогорске. На кадрах видно, как дорогу не поделили две отечественные легковушки и маршрутка. Возможно, водитель маршрутки собирался отъезжать от остановки, но легковушка ее не пропустила. В итоге Лада въехала в другой автомобиль, ехавшись слева, и маршрутку. Причина к ДТП разберется полиция.